Любовь. Что такое любовь? Сколько людей жаждет любви? Сколько людей страдает от любви? Сколько людей желали бы ответить на вопрос, что есть любовь? Что это такое? Что это за терминологическая абстракция, которая витает в воздухе? Все они их слышали, но никто достоверно не знает, что это такое. Мне очень нравится определение Скаруальда. Мы все убиваем тех, кого любим. Кто трус, поцелуй. Кто смелый, ножом. Но мы все убиваем тех, кого любим. Вы знаете, Скаруальд очень близок мне, его определение очень близко мне. Я считаю Скаруальда очень тонким знатоком человеческих душ и очень тонким художником. Но мы отойдем от классиков, немножко приблизимся к современности и попробуем подискутировать на тему любви. Очень многие люди хотели бы быть любимыми, но до конца не верят, что существует какая-то такая неземная любовь. Теоретически они ищут любви, но практически они живут с тем, что есть и критически относятся к каким-то там романтическим грезам. На самом деле очень многие психологи приходят к выводу о том, что ощущение любви зависит не от эксклюзивных качеств объекта любви. Ну то есть вот ты вот девушка встретила какого-то принца на белом коне, но его просто нельзя было не полюбить. Вот любая бы ее на ее месте полюбила, но так сложилось, что он любит тебя, а ты его и у вас любовь. Нет, на самом деле любовь зависит не от качества объекта любви, а от определенной организации характера, от определенного настроя характера и склада личности. То есть человек настроен любить людей, любить окружающий мир, любить своих близких. И вот в этом настрое рождается это уникальное чувство, особенно какому-то одному субъекту. У меня есть один друг, друг нашей семьи, вот, у него все хорошо в личной жизни, вот. И мне нравится, вот он приходит к нам домой, пьет чай и говорит, Катя, как я тебя люблю, и мужик твоего люблю, и Ларису Наумовну люблю, и там еще кого-то люблю, и так далее. Я вот просто уверена и убеждена, что если вот он по жизни такой, он такой солнечный зайчик, протубиранец, мне кажется, вот если он волей и судьбой окажется в другом городе, в другой стране, в другом социальном окружении, через какой-то определенный небольшой переходный период, он снова окажется в таком статусе, когда у него есть свои интересные отношения, еще он всех любит, и даже Лариса Наумовна найдется, которую он будет там любить. То есть, еще раз повторяю, любовь это внутренний настрой на любовь, а не эксклюзивные какие-то качества твоего партнера. И психоаналитик Эрик Фром мне понравилась очень интересную вещь, сказала, что помешательство друг на друге не всегда является доказательством силы любви, а часто является лишь отражением степени предшествующего одиночества. То есть, так настрадался, так было плохо одному, что рад месту в жизни какого-то человека, и поэтому выбирает его, и человеку кажется, что он его любит. Но самое интересное, друзья мои, нас ждет впереди. Нас ждет буквально революция в психиатрии, потому что по международной классификации болезни 10-го пересмотра, шифр F63.9, есть такое расстройство, которое называется расстройство привычек к влечению неуточненное. Это место отведено для любви. То есть, любовь это психиатрический диагноз, которому есть даже шифр в МКБ. И F63.9 в классификации стоит после алкоголизма, наркомании, токсикомании и клептомании. И как раз вбирает в себя то состояние, которое является любовью. Посмотрим, какие по МКБ-10 сюда относятся их симптомы. Итак, любовь, расстройство привычек и влечение неуточненное. Шифр диагноза F63.9. Любовь это навязчивые мысли о другом, резкие перепады настроения, завышенное чувство собственного достоинства, жалость к себе, бессонница, прерывистый сон, необдуманные импульсивные поступки, перепады артериального давления, головные боли, аллергические реакции, синдром навязчивой идеи. Ну, чем не любовь? По-моему, достаточно точное определение любви. И, соответственно, магии любви всегда остается место. И я, например, в любовь очень сильно верю. И я даже когда зачитывала вам стихотворение от Скаруальда, мне даже мурашки бежали по коже, настолько это пронзительное описание вот этого состояния отчаяния, какого-то состояния одного шага между владением вечностью и небытием. Любовь, конечно, безусловно, есть, но какие бывают от нее последствия, даже психиатрическая клиника не разберется. А сейчас пока!